Романтическая традиция загадывать желание, увидев в небе вспышку метеора, наиболее проверяема в начале августа, когда небо озаряют целые ливни, падающих звезд. По словам астрономов, метеорные потоки – это одно из немногих космических явлений, которые лучше наблюдать именно невооруженным глазом, так как у телескопов слишком узкий визуальный охват. Чтобы созерцать прекрасное космическое зрелище, наша съемочная группа отправилась в одну из, пожалуй, самых захватывающих поездок. Мы решили присоединиться к Рязанскому фотоклубу у Истокачей. Очередной выезд как раз был посвящен съемке ночного неба. Вместе с группой людей, объединенных общей идеей, мы отправились за 100 километров от города, прочь от загрязненного иллюминации неба, в глухой лес к озеру. Как сказал Макс Фрей, в моей жизни должно что-то происходить, необъяснимое, непонятное. А еще есть такая пословица, это даже не пословица, я где-то кого-то прочитала, написано, что в твоей жизни должны появляться такие люди, которые заставляют тебя видеть звезды и небо. Вот Буцкий тот человек, с которым я снимаю небо, звезды, и это прикольно. Фотоклуб у Истока появился в 2013 году, когда Олег Буцкий понял, что волшебные моменты и волшебные места востребованы. Он взял на себя функцию по поиску таких мест в пределах родного края. Олег колесит по области, выбирает удивительные пейзажи, прокладывает маршруты, щепетильно отслеживает погодные условия на профессиональных метеосайтах, чтобы не упустить самые красивые моменты и отвезти своих единомышленников на съемки. В каждом, кто с нами ездит, кто в данный момент здесь находится, это, наверное, капелька какой-то безбашенности, что ли, наверное. Какой нормальный человек в будний день попрется, поедет, да, вот вообще в лес, в глушь за сто с лишним километров от города. Многие не понимают, но вот мы едем, и мы хотим, и мы таким образом отдыхаем и получаем удовольствие. Между прочим, красивые снимки – это часто не основная цель поездки. Что объединяет? Ну, в первую очередь, наверное, любовь. Любовь к всему чему-то такому неизведанному, к природе, к своему краю, в котором мы живем. Это, наверное, основные какие-то такие моменты. Вряд ли наши съемки, как и самые шедевральные снимки участников клуба, в состоянии передать волшебство, которым веет от покрытого туманом озера с покачивающимися на глади звездами и сверкающего через ветки сосен неба. Только ощутив это в реальности, становится понятно, что движет этими людьми, которые среди рабочей недели отправляются за ночными и рассветными приключениями. Напомним, в фотоклубе у Истока всегда рады новым единомышленникам.